Привет, айоновцы, ютуберы и прочие человеки, которые будут смотреть это видео. Я хочу рассказать вам о самом, на мой взгляд, лучшем методе фарма денег в этой игре. Вам не нужно больше крабить сотни мобов в надежде, что выпадет голд, не надо сутками качать унылые профессии, или не надо неделями собирать ресурсы на алхимию. Ну и самое главное, не нужно прокачивать гребаный эфирокинез. Данный метод будет полезен для тех, кто играет с рейтами Х1. Очевидно, что если вы играете с большими рейтами, то вы просто можете пойти бить мобов и получить все, что вам нужно. Итак, начнем. Для начала нам надо подготовиться. Ну и естественно, закупиться свитками, банками и прочей ерундой, если у вас этого нет. После чего двигаемся в пандемониум. В пандемониуме нам нужно попасть в квартал ремесленников. Вот сюда. Храм ремесленников, то есть. Для тех, кто не знает, здесь находится вот такой вот NPS, B-Lang. Вот смотрите, на стрим вот здесь. Он продает эфир. Правда, купить можно только определенное количество в день. Итак, нам нужно скупить осколок эфира весь. Скупить осколок чистого эфира весь. Эфир весь. И очищенный эфир тоже весь. Вот, видите, все зашло у нас на 908 тысяч с копейками. Теперь немного унылый момент. Надо весь зеленый эфир перебить в белый. Итак, я передавил эфир. У меня получилось 101 осколок эфира и 87 обычного эфира. Стоит заметить, что через сутки можно будет купить еще столько же эфира у этого НПЦ. Мы снова в бездне. Теперь нам нужно слетать в две крепости и приобрести рецепты преобразования. Здесь рецепт преобразования сильного стихийного камня. И здесь лучшего стихийного камня. У меня они уже есть. Вот. Один и второй. Кто не знает, каким образом работает преобразование. Мы можем из эфира создавать различные ресурсы. Но, чтобы один раз превратить эфир в ресурс, нам нужно потратить на это очки DP. То есть, для лучшего фарма денег, нам нужно найти место, где быстрее всего будет набираться ДП. Но, кроме того, нам нужно потратить это время не зря и заработать еще за время надрачивания мобов какие-то деньги. Поэтому, лучшим местом для этого, на мой взгляд, будет место фарма монет. Итак, если вы выше 31 уровня, вы берете квест вот здесь и бьете мобов на этой территории. Если вы выше 37 уровня, вы берете квест вот здесь и бьете мобов на этой территории. Вот так вот. И если же вы достигли 38 уровня, вы можете взять квест вот здесь, а мобов бить вот здесь. Примерно так. Итак, здесь серебряные монеты, здесь тоже серебряные монеты, здесь уже золотые монеты. Максимум, здесь вы можете качаться таким образом до 41 уровня. Если вы уже 42 уровень, то ДП набираться будет очень медленно. К сожалению, как вы видите, у меня уже 47 уровень, и поэтому эти жирные места для меня закрыты. Поэтому я пойду в Бруст Хоин. Я думаю, никому не будет интересным смотреть, как я волю мобов, поэтому я пойду к Ауку и попробую подсчитать, что же я могу заработать, преобразовал весь этот эфир в стихийные камни. Первым смотрим сильный стихийный камень. Самая дешевая ставка это 10 тысяч, но если вот так прикинуть, то, наверное, разумнее всего будет ставить за 12 тысяч и 999. Итак, подсчитаем, что же мы получим, если поставим по 10 тысяч. У нас есть 101 осколок эфира, это равняется 303 сильным стихийным камням. И по 10 тысяч, это выйдет 3 миллиона и 30 тысяч кенар. Если же мы подождем немного и поставим за 12 тысяч 999, 999, то есть, то мы получим 3 миллиона 938 тысяч 697 кенар. Теперь смотрим лучшие стихийные камни. О, цена тут, я вижу, упала. Обычно можно продать намного дороже, вот даже вот за 19 тысяч. Ну, ничего, пусть будет 15. У нас есть 87 эфира. В переводе на лучший стихийный камень это будет 261. И по цене в 15 тысяч кенар мы получим 3 миллиона 915 тысяч кенар. Итак, потратив всего лишь 908 тысяч кенар, мы можем заработать 7 миллионов 853 тысячи 697 кенар. Это почти 7 миллионов чистой прибыли, плюс монеты, которые мы заработаем за время набивания очков ДП. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите в комментариях. Если же вы знаете лучший способ, как заработать деньги больше и быстрее, то дайте мне знать. Субтитры сделал DimaTorzok